Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинул Алексей Пирогов. Хочу сказать спасибо всем, с кем я делил радость. Я уже сложившийся человек со своими тараканами, но я кое-что вынес с этого проекта. Что бы ни случилось, всегда действуй так, как тебе говорит твое «я». На скамье подсудимых очутились сразу шесть участников телепроекта. Это Жемчуговы, Суханова, Черкасов, Лесковец и Харитонова. Оказались они там из-за Андрея Чуева. Он обвинил их в зависти к себе. Якобы они всячески вставляют палки в колеса и мешают осуществить задуманное. Адвокатом был Игорь Крегубенко. Он доказал невиновность ребят, и после заседания все дружно отправились на шашлыки отмечать свою победу. Ольга Жемчугова похвасталась колечком, которое подарил ей муж. Она пишет «Опять день с подарков начался. Люблю тебя, Глеб». Также Ольга снова садится на диету. Сейчас ее вес 54-100. Девушка хочет достичь заветных 50 килограммов. Избавиться от лишнего веса ей поможет специальная диета, суть которой в следующем – никаких сладостей и прочих вредностей. В пищу нужно употреблять только каши и овощные супы. Марина Африкантова заставила всех опять заговорить о себе. Она опубликовала в своем микроблоге фотографию в образе невесты и с подписью «К чему бы это?». А среди тегов оказались такие интригующие слова, как дети и ребенок. Многие решили, что таким оригинальным способом Марина сообщила о грядущей свадьбе и о своей беременности. Другие же обвинили ее в провокации с целью получить больше голосов в финале конкурса «Человек-года». Руслана Мишина опровергла слухи о своем уходе. «Ушла я сама», – пишет девушка. «Это было мое собственное решение. В этот день не было рокировки, и уж тем более, меня никто не хотел садить в изолятор. Этим бы меня не напугали, это точно. Хоть я люблю безумно проект и мне нравится Семен, я решила уйти. Хочу разобраться в себе. Кстати, на днях я рассталась с Семеном». Андрей Черкасов опубликовал ретро-фотографию и рассказал, что он большой поклонник творчества Виктора Цоя. «Для нас Цой жив». Ведущая телепроекта Ольга Бузова сделала роскошный подарок своей маме. Она купила ей квартиру за 16 миллионов рублей в центре Питера. Ремонт квартиры Ольга также оплатит. На это пойдет ее гонорар от продажи книги. Элла Трегубенко рассказала в видеотрансляции, что съемки в кино для Саши Артемовой закончились, так и не успев начаться. Девушке не хватило таланта, и режиссер посоветовал ей больше не сниматься, не ее это дело. Бывшая участница проекта Маргарита Марсо возмущена. Она устала ежедневно читать неприятные комментарии в свой адрес. Рита опубликовала топ-10 самых неприятных и часто встречающихся комментариев на ее странице. Катя Жужа в официальных новостях «Дома-2» недавно озвучила непроверенные, а может быть и придуманные слухи. Якобы между Сашей Харитоновой и актером Виктором Васильевым, с которым она снималась в Минске, был флирт. Прилежный семьянин Васильев настолько был обижен на ложь, которая лилась с экрана, что отказался от съемок до сентября. Карьера Харитоновой теперь под большим вопросом. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!